На самом деле, с юных лет, врачебных, меня очень интересовалась траволечением, очень интересовалась народной медициной, восточной медициной, которую я также изучал. И, соответственно, для меня была абсолютно понятна концепция, которую выдвигает компания практически с аналогичным названием концепция здоровья. Но мой опыт применения этих продуктов, наверное, тоже интересен, но, может быть, как-то в таком делейном формате мы пообщаемся, тем более, что это будет, наверное, интересно, потому что обменяемся неким опытом, что самое ценное, вообще говоря, в медицине. Но я бы хотела немного рассказать про эту продукцию, потому что, на самом деле, она сильно отличается от всего, что есть на рынке, как минимум, тремя, так скажем, основными задачами, которые она решает, и тремя основными отличиями, которые ее выгодно выделяют на рынке, так скажем, различных биоактивных веществ, добавок и так далее, продукции. Дело все в том, что эта продукция полностью лишена любых консервантов, антислеживателей, различных, скажем, отбеливателей, добавленных по непонятной причине, скажем, крахмалов и так дальше. Хотя она не лишена, скажем, полисахаридов или даже дисахаридов, есть и декстроза, и мальтэкстрин, но как наполнитель, как носитель, скорее, наноэкстрактов, потому что носитель нужен для этой продукции. Эта продукция действительно является наноэкстрактами растений. Причем это не экстракты, которые мы знаем все, и к которым мы привыкли. Интересная методология, вообще говоря, работы с растительным сырьем была выработана в свое время в Темляйской академии московской. И она была, собственно, создана-то еще в советские годы и разработана на госбюджет. Ну, так получилось, что она никому не была нужна в протяжении достаточно долгого времени, почти 50 лет. И сама методология крайне интересна. Здесь идет работа с растительным сырьем следующим образом. То есть убирается межклеточная жидкость вообще. Это может быть и масляная основа, как, например, черный тмин, то есть это масло. Либо это межклеточная жидкость, которая, собственно говоря, есть в любом растении. Она вообще уходит. Идет тот же. Еще довольно мощный. Остается сама жмых, да, жмых, клетка. Сама растительная клетка. Ее вскрыть сложнее. И вот уже потом это леофилизированное сырье, на него подойдет давление, и давление резко убирается. Атмосферное давление, я все время забываю, я не физик, как бы у меня поэтому цифры как-то выскакивает из головы. Какое именно давление, там можно уточнить у производителей. Достаточно большое атмосферное давление, потом резко уходит это давление. То есть как бы несколько раз такой, ну, своеобразный помпаж, да, что ли, делает у нас с этим сыром. И клетка растительная практически взрывается. Получается такая взвесь, похожая на туман. И, соответственно, из этой взвеси мы можем получить все, что нам нужно. Но для этого нужна экстракция, естественно. Но экстракция здесь не СО2-экстракция, которую я использую достаточно часто. Здесь экстракция, если можно так назвать, осаждение, скорее. С помощью инертных газов, определенных, которые мы хотим, собственно говоря, получить. Например, из того же черного тмина, скажем, Тимохинон, да, мы хотим выделить. Вот мы его выделяем с смесью инертных газов. Причем каждый инертный газ там ответственный за осаждение определенных веществ. Такая методология используется нечасто. Она довольно дорогая и довольно редко. Вообще про нее знают. Но такая технология у нас есть, оказывается. И, соответственно, вот она используется в этой компании. Потому что до сегодняшнего дня, собственно, достаточно тесные отношения связаны компанию и связывают с Тимиревицкой академией. Просто сейчас сложности, да, возникли местоположения Тимиревицкой академии, которые очень хорошо расположены в Москве. Как бы в Москве теперь кажется, наверное, что очень хорошее место и для академии какой-то, для растений каких-то слишком хорошее место. Но вот сейчас пока решается вопрос, насколько, вообще говоря, она сохранится. И тем не менее умы у нас никуда не делись из Тимиревицкой академии. У них еще более 200 интереснейших рецептов купажей в западе. Это то, что разрабатывалось специалистами старой школы. Я не побоюсь этого слова, потому что, на самом деле, это потрясающая вещь нашей умы, которые умудряются на коленке произвести что-то совершенно уникальное, то, чего нет в мире. И концепция здоровья – это компания, которая развивается на собственные средства, она не приглашает инвесторов, в общем, потихонечку, но осваивает те доработки, которые были, задел такой был именно у старых травников. Это вот как работают с растительным сырьем. Но есть, соответственно, еще несколько таких интересных моментов, кроме того, что вот таким интересным образом работают с растительным сырьем, сохраняя полностью его нативность, натуральность. И самое главное, на самом деле, даже не столько его сохраненные микроэлементы, витамины и так дальше. Важна его энергетическая составляющая. Уважаемые коллеги, вы, наверное, знаете многие, что я занимаюсь информационной медициной достаточно много лет и прекрасно понимаю, что биофизика важна так же, как и биохимия. И если спин вращение молекул отличается от спин вращения молекул живого организма, в каком-то продукте, то живая клетка не воспринимает абсолютно такой продукт. И это знают наши биофизики, причем концепция здоровья сотрудничает с лабораторией МГУ физической. И, по сути, те продукты, которые появляются на рынке от концепции здоровья, это плод, в общем-то, такой скрупулезной лабораторной работы научных, опять же, сотрудников МГУ. И это еще и создание интереснейших форм, жидких форм, металлов, минералов. Такого тоже нет нигде. Это не кислоты, это атомарные формы. Причем сертификация атомарных форм вообще невозможна, потому что нет такого названия атомарной формы, потому что до эры, так сказать, концепции здоровья никто знал, что это такое. Потому что, на самом деле, да, коллоидные формы немножко отличаются все-таки от атомарных, но пусть это будет коллоидные формы. Дело в том, что получают их, сертифицированы как коллоидные формы, но получают их ударом практически молнии в воде с фоллеренами по металл и минералам. Вот, например, наш знаменитый кремний, да, жидкий кремний, который работает совершенно по-другому, на других основах, чем, например, ну, там известный биосил, который считался одним из самых лучших, да, источник кремния, вот там, кремниевая кислота, на которую мы все использовали, потому что, ну, лучше не было. Но сейчас появился на такой вот интересный жидкий кремний, то есть атомарная форма кремния, по сути, в воде, в специально структурированной воде, на фоллерене, ну, знаете, наверное, что это такое. В такой вот воде, когда бьют по кремнию, по-моему, 36 тысяч вольт, если не ошибаюсь, разряд, но, по сути, дробят кремний на атомы. Интереснейшая методология, стабилизирует потом, и, соответственно, ну, дозировка определенная, там, несколько, там, этих таких циклов, и, соответственно, насыщение определенным количеством атомов кремния, вот этого определенного объема. И потом уже в специальном пластике, он стабилизированный такой, интересный, потому что пластик интересный. Все это, соответственно, достаточно долго хранится. Желательно, конечно, атомарные формы хранить где-то, ну, не на свету, так скажем. И не смешивать между собой, потому что есть атомарные формы цинка, серебра, магния, даже молибдена. Был у нас такой заказ от гинеколога, который занимается бесплодием на фоне заселия вируса. Молибден, оказывается, важен в этот момент. Я, честно говоря, не знала об этом. Созвали для нее именно такую форму для одного из наших. Поэтому, в принципе, еще и вот такая, да, есть опция у концепции здоровья, то есть сотрудничество с докторами и обеспечение доктору тем необходимым, что не может предоставить рынок. Да, это может быть, какие формы, да, еще дорогое удовольствие, но, тем не менее, вот такая опция есть. Соответственно, в атомарной форме есть цинк, серебро, магний появился, был кремний и атомарное золото. Ну, атомарное золото – отдельная история, потому что это секрет фараонов, да, это самый важный антиэйдж, собственно, металл. И у него не только геропроцессы, у него очень мощные свойства антимикотика и иммуномодулятора. Об этом мало кто знает, но, тем не менее, это так. К тому же это известный антимикотик. Если осенняя хандра, то, соответственно, золотая вода нам в помощь. Но тоже с ней передозировки здесь не нужны, потому что совершенно другой подход к нотации. Там нужно следовать инструкции, потому что атомарная форма усваивается по-другому. И, соответственно, это не соли, не кислоты. Они по-другому встраиваются в метаболизм, то есть не накапливаются и идут напрямую в клетку, минуя там различные превращения, которые энергозатратны, безусловно. И что я еще хотела сказать, что, если уж коснулась информационной составляющей, но таким важным моментом, технологическим, которым владеет компания «Концепция здоровья», то есть, что, возможно, мне привлекло больше всего в свое время, то, что есть технологии передачи информационного сигнала с клетки здорового растения на, собственно говоря, на продукт. Это работа уже с информацией, это сугубо информационная медицина, и тем не менее такие приборы есть, и они рабочие вполне. Вот это мне действительно очень понравилось, но лично мое знакомство с этой компанией произошло с… Я как пользователь столкнулась с этой компанией, столкнулась с ковид, когда мы еще не знали, что это ковид. Я вообще не поняла, что со мной происходит, потому что я вообще не болею. Но вот тут случилось то, что случилось, и «Концепция здоровья» меня прям вытащило. Я тогда еще, собственно, наверное, с вами общалась по поводу иммунодиетологии, и, собственно, никогда не думала, что займусь чем-то вроде БАДов. Для меня все, что было на рынке, все было БАДой. Но на самом деле оказалось, что у нас есть в России интереснейшие разработки, и, конечно, я увлеклась. Я очень увлеклась этой темой, потому что то, что получает «Концепция здоровья», эти наноэкстракты, они работают практически как инъекция. То есть небольшое количество купажа, порошка, наноэкстракт на носителе рассасывается под языком, минуя, соответственно, прохождение чешелудочно-кишечный тракт, поступает в кровоток и работает практически с первого применения. И вау-эффект можно получить. Ну, наверное, те, кто были на выставках, да, я очень люблю так, как они видят представителей компании, намешать там из пробников для своих коллег какой-нибудь такой бодрящий коктейльчик. И, в общем, многие врачи это оценили. Да и нутрициологи тоже. Когда мы на какой-то из выставок угощали меланином, а меланин – это отдельная песня, про него можно говорить отдельно. Этот донор электронов – это потрясающая вещь именно в концепции здоровья. Меланин – меланин – рознь. И вы действительно понимаете, что да, ваши клетки получили некий допинг. Что-то такое с ними случилось, что они чувствуют себя иначе. Вот этот вау-эффект на уровне клеточном для меня в свое время оказался, ну, как бы сказать, решающим. В плане, как бы сказать, присмотреться вообще к этой компании или пройти мимо, потому что немного со всеми не задружишься. Но здесь меня поразил эффект от небольших доз. Вот что хорошо в продукции «Концепция здоровья», что небольшие дозы работают прекрасно. Здесь не нужно там долго ждать накопительного эффекта, но если только вы там меланин растянете, скажем, там напиток долголетия из-за его дороговизны, растянете там на полгода, и вы все равно получите эффект. Причем какой эффект? Альцгеймер, Паркинсон – это серьезнейшие угрозы нашему вообще когнитивному состоянию, когнитивной способности. И здесь реальный эффект. Я уже не говорю о том, что мы работаем с аутистами тоже, и тоже прекрасный эффект получаем вот именно на продукции. Но касательно определенных программ по каким-то запросам, я думаю, что это, наверное, может быть, и отдельную тему стоит поднять, потому что я не знаю, чем в основном вы занимаетесь, какой у вас запрос. Но, в принципе, вы можете написать в чате, мы разберем какие-то там, ну, скажем, уже наработанные программы, хотя бы так вот по продуктам, что реально работает в данной сфере. Но хотела бы обратить ваше внимание на то, что очень часто обсуждается пациентами. Полипрагмазии. Да, мы все сталкивались с таким понятием. Это сейчас вопрос не праздный, потому что назначает, каждый доктор обязан назначить, согласно определенным протоколам, достаточно большое количество лекарственных средств. И воспринимать лекарственные средства так благодушно, наверное, нет смысла, в большом количестве тем более. Мы можем вызвать совершенно непонятный эффект воздействия на гомеостаз. И, соответственно, если мы, один врач прописал там 6-8 препаратов, другой врач прописал, естественно, может накопиться у нашего пациента какая-то, я бы сказала так, большая аптечка, которую он разносит как-то там по времени и абсолютно не заботится при этом, что происходит на самом деле с его организмом, с его метаболизмом. И, естественно, я была насторожена в этом плане, потому что это моя функция все время допытываться, почему нельзя, и как бы не навредить. Это откроенная опция уже, как и у вас, наверное. И здесь, вот в этой компании, мне прежде всего хотелось понять, ну, действительно, много можно назначить. И то хорошо, и это хорошо, и все бы надо. И действительно, программы получаются достаточно объемными и действенными. Но вот как быть с синергизмом или с антагонизмом определенных веществ? Ведь то, что мы с вами знаем как полипрагмазия, это прежде всего скрытые антагонизмы или синергия. Потому что синергия, извините, не всегда хороша. Синергия хорошо тогда, когда мы четко понимаем, что мы усиливаем и вообще какого эффекта мы хотим добиться. Если же мы, скажем, берем несколько условно активирующих каких-то жизненных процессов веществ, в общем, мы можем и навредить тоже. И наоборот, скажем, седация какая-то неграмотная может привести к тому, что человек будет не только заторможенным, не только депрессивным, потому что он может просто нарушиться сон, нарушиться поведение, нарушится сосудистый тонус. То есть вы понимаете, что здесь нельзя упускать такие вещи. Конечно же, первое, чем я начала заниматься, это изучать те купажи, из которых состоит продукция. Не все мультисоставные, нет. Скорее, основные по системам и органам, да, они, конечно, мультисоставные. С них начала в первую очередь, например, скажем, для сердца и сосудов, да, очень часто нужно, потому что сосудистые патологии. В общем-то, одна из причин смертности, да, на первом месте пока что. Поэтому начала вот с таких тяжелой артиллерии. И поняла, что те травники, которые занимались составлением этих купажей, они действительно получали рецепты, видимо, еще из каких-то давних времен, потому что я не гнушаюсь порыться в старинной литературе. У меня очень есть редкие издания именно по травничеству. И я так поняла, что они тоже, не, как бы сказать, там, скажем, не чужды пообщаться с антикварами книг и, ну, по книгам, да, и я нашла несколько интереснейших формул, которые только потом, уже позже, получила подтверждение, что, да, действительно, оказывается, есть работы, например, побеждающие, да, мои догадки. Например, вот такой меня сюрприз ждал, вот когда я изучала, например, композицию для сердца и сосудов, там огромное количество капсоицин. Капсоицин, строго говоря, это вытяжка из перца. Чили, и основное его действующее вещество, и капсулированный препарат, то, что его под языком уже не рассосешь, это, в общем, довольно жесткая такая вещь. И более того, капсоицин достаточно много в спортивном. Ну, здесь могу понять вывод молочной кислоты, капсоицин действительно усиливает и ускоряет фразы и улучшает. Что же касается, например, купажа для суставов позвоночника, тоже много капсоицина. Ну, хорошо, как мне вот понять, да, все-таки логику. И когда я вспомнила, что, вернее, стала, ну, как бы сказать, изучать свою литературу, которая у меня есть, и тогда уже вспомнила, что, оказывается, именно капсоицин используют, например, наши МЧСники, когда нужно профилактировать, да, что ли, большую нагрузку вот на суставы, планируется какая-то, скажем, операция, да, и вот нужны будут такая довольно сильная нагрузка на суставы, потому что тяжести, понятно, что суставы иногда разрушают не даже не динамическая нагрузка, а именно вот нагрузка в покое, да, это знаете. И что они принимают, оказывается, перед работой, да? Оказывается, капсоицин. Сердце чили, думаю, так хорошо. Ну, ладно, предположим, да, с суставами, там, улучшение микроциркуляции, суставов, ну, ладно, хорошо. Еще могу понять. Ну, думаю, ну, капсоицин все-таки для, вкупаже для сердца и сосудов, хотя там грамотно, там, без всяких там дигиталисов, ничего этого нет, ничего даже условно ядовитого нет. Думаю, ну, понятно, хорошо. Нужно доставить в определенные ткани, ведь есть некие растения-мишени, да, как бы, вернее, не растения-мишени, растения, указывающие на мишени. Такие, например, для сердечной системы, там, знаете, там, ландыш, на корстянка и так дальше. Есть растения, указывающие на суставы и костную систему, там, например, сабельник, окопник и так дальше. Так вот, здесь действительно есть некое действие чрезвычай и растения, указывающие на мишени. Ну, грамотно уже. Но вот с этим капсоицином мне все-таки долго не давало покоя, да, ну, почему такое количество безумное было, и почему такой эффект? Оказывается, я нашла эти упоминания в литературе, что именно капсоицин работает с эндотелием сосудов, так как никакое другое вещество. Нет вообще на планете вещества, которое лучше бы регулировало все функции эндотели, а у него их, у эндотели, много функций, да, в сосуде, это не просто выстилка сосуда. У него сложнейшая регулирующая функция. И именно вот этот раздражающий, сложный, агрессивный капсоицин воздействует конкретно на эндотели. И вот тогда у меня все сложилось. Ну, хорошо, ладно. Это было первое такое вот интересное открытие, когда я стала заниматься уже пристально этой продукцией. Дальше мне стало интересно посвязать некие антагонизмы, да, скажем. Ну, давайте еще по синергии. Вот, например, на примере вот очень часто используемо алкодетокс. Есть такой купаж к алкоголикам, к алкогольному опьянению. Он имеет очень опосредственное отношение. Это гепатопротектор. Гепатопротектор – один из самых мощных. Вот здесь вопрос, я потом отвечу. Отвечу. Нет ни одной функции вообще в организме, которая никак не связана была бы с печенью. Это понятно. Поэтому алкодетокс как гепатопротектор я назначаю всегда практически. У меня есть несколько вот таких базовых вещей. Ну, все-таки я работаю в основном с пищеварительной системой, как ни крути. И у меня есть базовые программы. Я могу их о них потом сказать. Ну, алкодетокс я назначаю практически всегда. Потому что, а куда без гепатопротекции? Понятно, что желчаток мы улучшаем. Прекрасные есть средства. И в концепции здоровья тоже прекрасные. Ничего не могу сказать. Редкие специи, черный тмин, ну, потрясающе просто работают. Ну, наноэкстракт черный тмин. Но что касается алкодетокс. Когда я стала его изучать, думаю, все-таки что я назначаю? Да, потому что мультисуставной такой препарат. Там есть тыщелестник, там есть красный корень, копеечник. Там есть черный тмин, конечно. И гинку, белоба, лимонник, пихта сибирская, экстракт женьшени. Вот, заметьте, лимонник и женьшень. Там адаптоген. Базилик, бадан. Что там еще есть? Чистотел, семена тыквы. Думаю, ну, так-то вроде придраться не к чему. Думаю, ну, много. Вот, понимаете, когда много, у меня сразу начинает такая вибрация. То есть нигде мы там не ошиблись. Стала анализировать. И что я нашла? Вот, что касается черного тмина и гинку, они прекрасно друг друга дополняют. Причем черный тмин, понятно, что он по многим системам, как бы сказать, благотворно воздействует. Вот он и выработает тестостерон. Я лично узнала об этом свойстве черного тмина сравнительно недавно. То есть он реально повышает тестостерон на других гормонов. То есть он такой, как, ну, говорит, так, гормономодулятор, что ли, выступает. Но при этом с гинкобилоба вместе, совместно, он работает на улучшение мозгового кровообращения. Вот именно тмин и гинкобилоба. Такой вот синергичный эффект. Причем эффект гинкобилоба и пихты сибирской, которая тоже входит в алкодетокс, работает уже с микроциркуляцией. Для печени самое главное – это обеспечение микроциркуляции. Это единственные сосуды, вообще говоря, в организме, которые должны быть полностью проницаемыми. Вот если вы когда-то использовали такой препарат, как детролекс, вы могли получить чисточайшие негативные реакции печени. У жильбериков 100%. Потому что этот препарат, он, к сожалению, блокирует вены. Короче говоря, работа с венами – варикозная болезнь. Вот его часто прописывают. Сколько раз я видела, как печеночные сосуды, печеночные сосуды, они не должны вообще быть непроницаемыми. Это категорически нельзя. Человек желтеет – это самое лучшее, что с ним происходит. А дальше уже, в общем-то, приходится заниматься печенью долго и упорно. Поэтому будьте аккуратны, но это так. Это вот, кстати, о лекарстве. Так вот, что касается действия гинку и пихты сибирской. Пихта сибирская выступает как антисептик, как противовоспалительный, но при этом она расширяет капилляры. Гинку-белоба, соответственно, меньше уже работает с расширением капилляров, но укрепляет сосудистую стенку. Их синергичный эффект, он тоже, ну, как бы сказать, понятен и даже описан. У правников это тоже есть, хотя где гинку, да, а где пихта сибирская. Тем не менее, их эффект совместный, прекрасно работает на сосудистой стенке и на расширение капилляров именно микрокапилляров, микроциркуляции улучшения. Что касается тракта женщин и лимонника, казалось бы, оба адаптогены, и оба как бы такие бодрящие, да, но совершенно разные функции. Лимонник, при том, что он такой бодрящий и, так сказать, активизирующий, да, он улучшает цикл сна. Тоже для меня было очень странным, что купаж питания нервной системы и для иммунитета совместно по пол чайной ложки буквально в горячую воду вызывает, ну, как бы сказать, дает прекрасный сон, высыпаешься, просыпаешься как ангелы, и мои пациенты просто были в восторге. Хотя там лимонник. Вот думаю, ну как, я никак не могла понять. Вот только когда начинаешь изучать уже более глубоко функции, да, различных растений, понимаешь, оказывается, лимонник прекрасный, а сна нормализирует цикл сна, при том, что он активизирует и довольно мощно. И что интересно, сочетание лимонника с женьшенем дает совершенно другой эффект. Не активация плюс активация и какая-то гиперактивация, нет. Идет яркое расширение сосудов, опять же, микрососудов. И экстракт женьшени начинает работать как спазмолитик, именно в присутствии лимонника. Вот такой интересный эффект. Что касается сочетания этих средств с базиликом, то базилик на самом деле улучшает венозный кровоток и лимфоток. Ну, мало кто знает об этом. Прободан, например, знает, что лимфодренажные функции он улучшает. Это правда. Что касается базилика, мало кто знает, что он работает также с микроциркуляцией в зоне простаты. Ну, казалось, балка детокс, да, причем здесь, собственно, простата, но печень работает еще как орган, который участвует в гормональном обмене. И то, что входит и черный тмин, и женьшень, и базилик, именно в этот купаж не случайно. То есть воздействие на печень, улучшая микроциркуляции в печени, укрепляя сосуды печени, повышая их проницаемость, возвращая им проницаемость, будем так говорить, там регенерация усиливается. Это все понятно. Кстати, чистотел, который входит в этот купаж, он как раз, его алкалоиды из экинолинового ряда, именно они ускоряют регенерацию тканей. То есть на синергичное действие того же, скажем, Гинго Белоба и Пихты Сибирской ложится еще и чистотел. Очень изящные формулы. Вот то, что мне нравится в этих формулах, что, знаете, как классическая музыка. То есть хорошей музыки много. Но классическая, она вот отличается. Вот здесь как классическая музыка. Я когда читаю эти формулы, думаю, ну, кто-то просто талантливо их составлял. Конечно же, Бадан я тоже очень люблю, не только как иммуномодулятор, но и за его лимфодренажные функции. Вот здесь как бы два таких компонента, которые лимфодренаж усиливают, они друг друга усиливают тоже. Что касается красного корня и тысячелистника, это тоже усиливающие друг друга два вещества. Причем красный корень – это противовоспалительный, действие антивактериальный эффект. И тысячелистник, понятно, что желчегонный, но его противовоспалительный эффект тоже достаточно сильно выраженный. Только за счет разных вещей. Если тысячелистник воздействует на простагландины, то красный корень, копеечник, он обладает противовоспалительным действием за счет антибактериального действия и за счет антисептического действия. То есть тоже они, как бы сказать, вместе прекрасно работают. Что я еще забыла, что забыла? Ну вот по… Да, ну семена тыквы – это источник магния все-таки, как ни крути, да, источник жирных кислот и, конечно, стимуляция желчатока, усиление регенерации. То есть вот на примере вот этой формулы я хочу показать вам, как красиво составлены купажи. В них нет ничего лишнего, но в них нет и ничего избыточного. И если мы говорим, вот, например, об антагонистическом каком-то действии, то у меня были вопросы к паре купажей, которые называются один «Атака ясности». Вот как раз «Атака ясности» входит в коктейль, который я очень люблю употреблять тогда, когда, например, остаются дни на выставке. «Атака ясности» где-нибудь, так пол чайной ложечки, а то и чайную ложечку. Если не выспалось, черный тмин на экстракт, тимохинона там в 10 раз больше, чем в любом масле. И жидкие специи. В одном маленьком пузыречке 30 килограмм специй. Ну, представляете себе его, как бы сказать, его силу. Причем нельзя сказать, что это какой-то вообще в рот не взять. Это все прекрасно по вкусовым качествам, прогонолептическим, все прекрасно. Но в Адрид, конечно, колоссально. Причем вот, причем работая с микроциркуляцией, загорается лицо, мысли просветлились, так сказать, вся какая-то, вся зрение улучшилось, слух улучшился, как у летучей мыши. Вот так вот работает вот этот вот небольшой такой напиток бодрости. Именно за счет улучшения микроциркуляции. Настолько мощный эффект, настолько мощное действие. Но эта атака ясности, она долго у меня вызывала вопросы, потому что на самом деле мне нравится и название даже тоже. Действительно, атака ясности. Мне понравилось его действие на детей аутистов. Действительно, как-то я думала, что за счет улучшения проведения нервного импульса, за счет, ну, скажем, улучшения микроциркуляции головного мозга такая работа. Но здесь есть еще один такой хитрый компонент, про который я сейчас вам скажу. Значит, я всегда сравнивала его с вторым купажом, который в такой темной упаковке называется Дардау. Вот атака ясности, она как бы призвана активировать. Дардау призвана успокаивать. И я искала, прежде всего, конечно, антагазизм в этих купажах, потому что, думаю, ну, сначала мы днем активируем. Ну, понятно, что, да, нужна, предположим, активность. Но потом человек же, наверное, скорее всего, не заснет, если мы будем так его накачивать, да, ясностью, атаковать его так ясностью. И стал рассматривать Дардау, потому что Дардау принимается, вот если атака ясности, там, скажем, в обед, утром, пожалуйста, у вас прекрасная ясная голова, и вы все решаете, адекватно абсолютно воспринимаете, без вот излишнего холеризма, то Дардау – это, скорее, такой успокаивающий эффект, медитативный даже, прекращает внутренний монолог, постоянные какие-то, вот метания, да, мысли собирают кучу, опять же, концентрирует. Я думаю, ну, как же мы одним увеличиваем активность, вторым мы как бы стараемся эту активность уже перевести в режим отдыха, как это вообще возможно. И когда я стала изучать состав, это эхиноцея, чабрец, солодка, элеутеракок, лимоник, ну, понятно, да, геностема, малина, шиповник, черная смородина. Ну, малина, шиповник, черная смородина, предположим, более-менее ясна, лимфодренажный эффект, плюс источник витаминов, там, кислот, вифлавоноидов, это все понятно. Эхиноцея, ну, тоже более-менее мне понятно, чабрец, ну, бог с ним, солодка, кстати, вот по поводу солодки, современные травники, да, ну, скажем, вот, не наши там знахари на двухсотлетней давности, а вот современные травники долго не могли понять вообще, для чего солодка входит в некоторые травяные сборы, потому что она как бы, ну, не работает, да, она не должна работать, она абсолютно чуждый элемент. Убирали ее из сборов, и сбор перестал работать. Солодка, как оказалось, это транспортер многих биоактивных веществ, и узнали об этом тоже сравнительно недавно, после того, что сборы перестали работать, то стали их изучать заново, да, почему они перестали работать, потому что все было хорошо, все же было хорошо, хорошо же сидели. Ну, нет, солодку убрали. И вот солодка, она как некий триггер выступает во многих сборах. Но в концепции здоровья ее используют нечасто, но в атаке ясности она есть. Но есть еще один очень хитрый растительный компонент, называется гиностема. И всем при том, что в самом сборе атака ясности достаточно много иммуномодулирующих компонентов, активизирующих компонентов, улучшающих, прощения компонентов, есть гиностема, которая мягко снижает уровень стресса, при этом выравнивая активирующие действия других веществ. Это в атаке ясности. Когда я стала изучать гордау, который, ну, как бы должен успокаивать, да, там, настраивать уже на вечерний отдых, там, не препятствовать синтезу мелатонина и так дальше, я поняла, что, да, есть некие такие компоненты, которые работают как сидар, предположим, это ион, это пустырник, это мята, это душица, облепиха там же с ее как раз биофлавоноидами, за которыми все гоняются, с ее тонинами, да, с ее дубильными веществами, с ее уникальными кислотами, которые воздействуют на сосудистую стенку. Ведь я не понимаю, почему нужно охотиться, например, за листом оливы, который не растет. И что уж такого прям в нем такого есть, что нет в листе облепихи. Это российская северная олива, причем гораздо более с богатым прошлым и с гораздо более богатым составом. Поэтому, когда мне говорят, что вот где-то там что-то такое есть, чего у нас нет, ну, возможно. Гинку белобана, ну, может быть, не растет, ладно. Ну, что касается облепихи, то вот, что вы хотите, так сказать, знать про сосуды, да, и укрепление сосудистой стенки, и поэтому вы принимаете, предположим, лист оливы, то вот, пожалуйста, у вас есть лист облепихи, прекрасно работает, еще лучше. Ну, предположим, облепиха там тоже есть, ладно, хорошо, предположим, она работает там, скажем, сосудистой стенки, ладно. Есть еще два интереснейших компонента в Дарридау. Это левзея и, соответственно, левзея-острогал. Вот эти два компонента, они очень непростые. Острогал я вот в настоящий момент изучаю очень глубоко, потому что это оказался космос. И самый главный геропротектор, который вообще я знаю, это астрогал. Вот есть шерстисты, есть разные виды, неважно. Астрогал – единственное растение на планете, единственное, пока, по крайней мере, у нас, вот то, что нам доступно, которое реально воздействует на длину теломер. То есть напрямую. Оно может увеличивать длину теломера. В эксперименте понятно, все это понятно, но, тем не менее, из астрогала уже делают очень интересные препараты, страшно дорогие, там Infinity, там еще какой-то, но факт остается фактом. Но я сейчас не про это хотела сказать. Я хотела сказать, что левзея и астрогал как раз особенно совместно, видимо, потому что, судя по тому, как работает Дардау, они не работают на седацию, они работают как раз на удерживание организма вот в таком состоянии абсолютного бодрствования, абсолютного адекватного восприятия реальности, но при этом такое, знаете, медитативное, приятное расслабление за счет пиона, пустырника, возможно, не подушиться. Вот интересные такие, как бы поддерживающие, знаете, не сваливающиеся, не дает свалиться в такое вот совсем-то расслабление. Именно поддерживает тонус, при этом улучшая настроение. Вот грамотная формула, ну, красивая. Поэтому те вопросы, которые я сама себе задавала по поводу антагонизма, я антагонистических отношений в купажах не нашла. Конечно, если вы хотите, например, предположим, улучшить сосудистый тонус, предположим, гипотоника, там как-то немножечко привести в форму, потому что сейчас снижение атмосферного давления, все пациенты там, ну, мои гипотоники, по крайней мере, все тут же проявились и сказали, что как бы надо что-то такое выпить, чтобы вообще как-то ходить. Потому что с кофе я всех снимаю, простите меня. Хотя в некоторых купажах есть экстракт зеленого кофе, это важный момент. Зеленый кофе абсолютно по-другому переносится организмом, кстати. Все те, кому я говорила, что кофе нельзя, лайфхак от фунука, вы берете зеленый кофе. Хороший. Обжариваете на кокосовом масле, крупно мелите и во френч-пресс. Вот вам как бы и кофе, но в то же время меньше гораздо влияния на иммунную систему, на организм. Ну, я говорю, негативно. Вот так вот. Ну, опять же, не о кофе речь. О чем я говорила? Да. Значит, для того, чтобы, например, гипотоникам помочь, вегетатикам всем, кто у нас в сосуде с астане, встал утром, повело куда-то там, очень боялась передозировать, например, ту же золотую воду. Золотая вода прекрасно нормализует сосудистый тонус. 15 капель с утра, если совсем вес, скажем, птичий, до 60 килограмм, ну, 10 капель. На где-то 70-80 килограмм, прекрасно, 15 капель работает. Но если за 100 килограмм, там, скажем, тренд, ну, значит, больше, чем 20 капель. Но не больше, потому что реально действие очень мощное. И, скажем, энергетически. Вот не передозирую ли я, потому что энергетически как раз имеется в своем составе, тот же зеленый кофе, так точно. Долго тоже так экспериментировала, смотрела. Вот такого угнетающего какого-то действия, с излишней активацией не наблюдается. Возможно, если бы мы, скажем, оперировались с каким-нибудь лекарственным средством, например, с тем же аптечным, скажем, кофеином в составе, возможно, такая была бы не очень удачная синергия. Было бы очень активировано, но вот что касается, например, золотой воды, да, энергетического, нет такого запредельного эффекта. То есть мы можем абсолютно спокойно обойтись, конечно, и одним, одним средством. Но, опять же, не заметила какого-то вот такой не очень удачной синергии. Поэтому думаю, что у вас здесь есть возможность, ну, как бы сказать, абсолютно спокойно микшировать эти продукты для того, чтобы получить максимальный широкий эффект и максимально задействовать, да, такие какие-то аппетитологические механизмы, да, чтобы их нивелировать. Что касается вопроса... Сейчас я отвечу на ваши вопросы, просто хотела вспомнить, что еще, как бы сказать, вот о ком, что нет ни у кого, да, у компании. Наверное, должна обязательно сказать про пептиды для ЖКТ, все-таки скажу про свою схему, которую я очень люблю, но не могу не сказать. Есть три, два для меня лично основополагающих продукта, которые я всегда использую при любой ситуации, ну, может быть, у меня, как бы такой перекос, да, в сторону гастроэнтологических каких-то проблем. Это жидкий кремний, потому что кремний, извините, еще 70 минералов не будет усваиваться без достаточного количества кремний, по кремнию объединены все. И даже не за счет паразитарных инвазий, даже не за счет грибков, а за счет того, что просто кремний реально мало сейчас в продуктах и сложно ему усвоить. Жидкий кремний, микрокристаллический коллаген, удивительный коллаген, которым 97%, 97%. Ну, пишется 100%, ну, уже округлили, ребята, концепция здоровья, но единственный такой, потому что максимум все эти желеобразные коллагены это 15-16%, даже не 20%. Где-то сейчас на рынке появился 33%, и этим очень гордятся. у нас 97% коллагена. Фасции молодых бычков – халяль. Что бы там ни говорили, это важно. И, соответственно, неуксусный гидролиз, другая ферментация, очень мелко измельчен, то есть он водорастворимый. Буквально одной столовой, какой столовой? Столовая – это если переломы, там нет, операции, послеоперационный период. Одной чайной ложки хватает в горячую воду, им можно запивать, соответственно, какие-то формы лекарственные, пожалуйста, это как еда. Гораздо лучше работает, чем любые костные бульоны, даже любимый мною хаш и хлорист. Вот схемы, которые я хочу вот на этих двух продуктах вам описать. Если вы занимаетесь, скажем, сосудами, жидкий кремний, микрокристаллический коллаген для сосудов, для сердца и сосудов, купаж. Если вы занимаетесь суставами, позвоночником, соединительной тканью в целом, там, скажем, кожа, волосы, все что угодно, жидкий кремний, коллаген, плюс для суставов позвоночника. Если вы занимаетесь, предположим, кишечной стенкой, как целыми днями я, кремний, коллаген, пептиды для ЖКТ. Они основаны на пептидах, собственно, на куриных желудочков и прекрасное действие на протекающий кишечник оказывает, как ни крути, все-таки это уже не эфемизм, это настоящее бедствие. И действительно, кишечники лишь относительно герметичны. К сожалению, они должны быть относительно герметичны, не полностью герметичны, это понятно. Но они обладают повышенной проницаемостью у современного человека по множеству причин. и часть причин вы знаете уже, так как мы с вами встречались наверняка и слышали уже и про избыточный рост дрожжей и так дальше, и так дальше. И про реакцию современных людей на определенные пищевые антигены. Но в любом случае вот эта триада, как бы, да, вот кремний, коллаген, пептиды для ЖКТ прекрасно решает вопрос по восстановлению кишечной стенки. Пептиды для ЖКТ используются естественно. И все бабушки в деревнях знали, что если что-то не так с желудком и кишечником у занедужившего, то нужно взять белые пленочки, которые выстилают куриные желудки, высушенные, предварительно их истолочь и дать выпить. Собственно, этот же рецепт, наверное, знала и Лариса, и знает Лариса Гладских, которая выпустила свой знаменитый энтеросан. У нее есть гепатосан и энтеросан. Но пептиды для ЖКТ концепции здоровья мне, честно говоря, нравятся больше. Хотя я глубоко уважаю Ларису и просто нежно люблю, потому что она великий исследователь и великий боец. Но вот пептиды для ЖКТ работают даже, мне кажется, более мощно. И, соответственно, они прекрасно дополняют вот этот вот набор. Конечно, по программам хочется очень пройтись, но программ много, поэтому, может быть, напишите, какую проблему, предположим, вы чаще всего решаете, и мы проговорим те продукты. Я пока постараюсь поотвечать на вопросы, которые есть. Скажите, пожалуйста, чем атомарная форма металлов отличается по механизму действия от хилатных форм металлов? Как длительно назначается атомарная форма металлов? С какой периодичностью? Вы знаете, в зависимости от запроса, потому что назначаются они тогда, когда есть дефицит по каким-то, скажем, микроэлементам. Цинк, ну, чаще всего с цинком работают андрологи, репродуктологи, да, потому что известно действие цинка на репродуктивную систему, на синтез, не синтез, вернее, а на образование сперматозоидов, и, в общем, без цинка мы никуда, да, мужчины, это мужской такой микроэлемент. Ну, впрочем, и у женщин тоже бывают сходные проблемы. Скажем, магний тот же самый в последнее время, стрессовое время, это стало просто must-have, как говорится, у каждого человека, уже магний, про магний знают все. Как вы не принимаете магний? У вас в условиях стресса, какой кошмар. Ну, вы знаете, я, честно говоря, всегда спокойно, совершенно датирую магний в виде магния сульфата, транскутанно, как говорится, в виде ванны с магнием, но магний, концепция здоровья меня зацепила, да, действительно, очень мощное действие, главное, не пренебрегать сведениями на упаковке, потому что абсолютно по-другому идет высчитывание необходимого количества магния. Атомарные формы начались от хилатных кардинально, потому что хилаты все-таки это то, что уже переработаны, наши же бактерии, вообще в норме должны в хилатную форму переводить, это то, что уже каким-то образом расщеплено, да, и недорасщеплено, так будем говорить, ну, если уж совсем так вот просто. То есть были какие-то соли, да, в составе каких-то продуктов, да, некие соли, там, или кислоты и соли, и уже нашим микробиом с этим занимается, переводит в хилатную форму. Хилатная форма для клетки уже доступна. Это еще более доступная форма, и ее нужно еще меньше, потому что даже с хилатной формой как-то надо клетки поработать. Что касается атомарных форм, это совершенно другие, это уже не химия, это уже физика. Вот что здесь необычного, да, вот в этой продукции концепции здоровья, что мы уже на грани с биофизикой. Ну, не на грани, а мы прямо уже биофизические законы изучаем. и обычные, как бы сказать, наши знания по поводу биохимии, они немножко не работают. Поэтому, если вам будет интересно, вот, ну, скажем, развернуто, да, как вот именно атомарные формы, потому что я не физик, когда начинают мне объяснять физики, у меня, каждый слышит только то, что понимает, и, соответственно, я путаюсь. Но развернутый ответ можно запросить у наших производителей, и они прям красиво так, красивым физическим языком, который ничего не объясняет, больше путают, но тем не менее объясняют, как именно работает она на атомарной форме. Мы Галину попросим, чтобы она запросила вот именно ответ на этот вопрос красиво разложить и просто вам прислать, скажем, это несложно. Наши производители, они, физиков среди них немало, и, соответственно, они вот отвечают на такие вопросы. С какой периодичностью я могу уже более-менее сказать, то есть, в зависимости от проблемы, но, например, тот минерал, который я использую чаще всего, кремний, желательно использовать раз в год курсом, в частности, взять три бутылочки, если, ну, никогда вообще не занимались кремнием. Если какая-то дотация была, ну, надо смотреть по клинике, прежде всего, и, соответственно, по волосам, по крови. Я, честно говоря, по крови больше люблю, по волосам это надо все-таки смотреть по скальному, вот я как-то ему в этом плане доверяю, если по волосам. Ну, по крови можно посмотреть. Значит, если вы вообще никогда не занимались кремнием, тогда берется три упаковочки, три бутылочки. Первая идет по 20 миллилитров каждый день, неделю с чем-то она заканчивается. Вторая бутылочка идет по 10 миллилитров каждый день, причем разово, почистили зубы, выпили, прям не разводя нигде, выпили по колпачку, там мерные такие рисочки, выпили сначала 20 миллилитров, закончился пузыречек, второй пузыречек по 10 миллилитров, он продлится примерно на две недели, и третий пузыречек по одному миллилитру 50 дней, потому что там соответственно достаточно больших. Вот таким образом мы с вами принимаем кремний, например, по магнию, по цинку, есть свои инструкции, там нужно разводить в воде в определенной тазировке, то есть прям буквально капельно разводить в воде и принимать уже с водой. На каждой, на каждом пузыречке есть инструкция, посмотрите, смотри, какая задача стоит и смотря какой микроэлемент, потому что есть серебро. Я, если честно, я не использую серебро. Ну, это лично и мои, как бы, в свое время когда-то была на лекции Лидии Галь, если вот Нина Дмитриевна здесь, то утвердит, что Лидия Галь, она к серебру относится очень с таким, знаете, настороженным вниманием, потому что серебро очень легко передозировать, и все-таки вот если с золотом как бы ничего такого особенного себе не сделаете, то серебро все-таки токсический металл с ним аккуратно. Вот, поэтому очень аккуратно нужно по запросу, опять же. Серебро неплохо работает как антисептик. Если, например, мы не можем справиться с ацептококом, с там, с тафилококом, то есть смысл, наверное, все-таки начинать с серебра, да, а не с чего-то там иного, и кремния, и кремния, потому что действие кремния на патогенные бактерии и вирусы было известно прекрасно и давно, и даже вот у руководителей концепции здоровья есть какое-то небольшое видео с каких-то еще 70-х годов проводились исследования кремния именно. Возможно, вот того самого жидкого кремния, о котором мы с вами сегодня говорим, просто это все как-то так на 50 лет никому не надо было, а потом вдруг мы вспомнили, что у нас все это есть. Интересное видео, то есть воздействие на болезнетворные бактерии всего лишь кремния. Амарна Кремния. Очень такая вещь интересная. Ну, конечно, если кому-то интересно будет, скажем, с концепцией здоровья завязать отношения именно производственные, да, может быть, нужно что-то именно произвести, то, что вообще ни у кого нет. Все время мне так удалось подружиться именно с концепцией здоровья, с этого, собственно, началась наша дружба после того, как я поняла, что это очень мощный продукт. Я буквально заказала у них такой интересный препарат, как кандидосупрессор. Многие из вас уже про него слышали. Единственное, что помогает при резистентных формах из растительных форм, это кандидосупрессор. Потому что, как я не старалась найти и в ArtLife, и переговоры вела с нашим производителем, дайте мне, пожалуйста, энзимы, да, вот, когда еще был доступ к известной сети iHerb, где есть и кандидаз, долго ждать, и, ну, надо свое всегда иметь, я уверена. Никто не мог мне помочь в этом плане, никто. А не было растительных антимикотиков с действием параллельным на оболочку современных дрожжей. Целлюлаза нужна, нету целлюлаза достойного качества, нет нетокиназа, нет цепептаза, которые расщепляют именно белок дрожжей. И только у концепции здоровья я это нашла. Где они нашли? Вот, и, соответственно, вот, выпустили такой препарат, который прекрасно справляется с резистентной информной дрожжей. Поэтому берите на вооружение, если синдром избыточного роста дрожжей, для вас тоже очень сложная, боль душевная. Так, есть ли рекомендации по длительности приема атаки ясности? В принципе, вы можете использовать на постоянной основе, я полагаю, потому что ничего там такого, что могло бы накопиться и там как-то воздействовать на нервную систему, нет. Просто все нужно использовать тогда, когда это реально нужно. Если вам нужно сосредоточиться, и вы, например, целый день на выставке, или вы целый день в операционной, или вы целый день читаете лекции, или вы целый день, извините, принимаете пациента, для вас прежде всего, да, потому что пациенты понятны. Я очень бы хотела, чтобы вы сами пользовались этим, потому что это безопасно и очень здорово. Как ни крути, Оскар Уальда я достаточно часто уже вспоминаю, когда возникает вопрос, дорого-недорого, что купить, что не купить. Для меня вполне достаточно самого лучшего, говорил Оскар Уальд, который был жутким нахалом, конечно, за это поплатился, но тем не менее. Вот так он о себе всегда говорил. Поэтому и для вас, мои дорогие коллеги, если нужна, атака ясности, не стесняйтесь, как говорится, используйте. И для своих пациентов тоже. Поэтому я бы не сказала, что есть какие-то ограничения по длительности приема. Тогда, когда она нужна. Пожалуйста. Есть еще вопросы по продукции, возможно. Может быть, какие-то программы осветить, чтобы алгоритм какой-то был, как, например, проводить какие-то протоколы, например. Есть вопросы? Давайте. Вопросы есть у кого-то у нас? А вы слышите нас? Да, я слышу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И с разработчиками мы очень в тесной связи. И умы там тоже, в общем, достаточно интересные. Опять же, медицина никогда не была такой биофизической, как сейчас. Мы сейчас вспоминаем о том, что мы, как бы, сказать, еще наполовину, химия, наполовину физика. Это очень важный момент. Если вы сомневаетесь, да, скажем, в каком-то продукте, в каком-то лекарстве, в каком-то баде, то всегда спросите, насколько он природный. Если он полностью природный, клетка его воспримет. Там уже как, нужна эта композиция этой клетки или нет. Но восприятие купажей, травяных формул, нетравяных формул, каких-то животных, там, экстрактов, неважно, оно должно происходить именно, как бы сказать, глядя глазами клетки. Мы должны мыслить мыслью клетки. Насколько клетке это удобно и не энергозатратно будет ввести в себя и использовать. Вот здесь я могу точно абсолютно сказать, что клетке это приятно и удобно использовать. Потому что не нужно тратить отдельную энергию для того, чтобы это как-то видоизменить, чтобы в себя это принять. Это, конечно, важно. Ну, хорошо. Если нет сейчас вопросов, то тогда решайте, да, там, как, может быть, возникнуть эти вопросы, да, их передать, мы всегда обязательно ответим. Если нужно будет конкретно какую-то тему осветить, там, например, не знаю, гипертония или там, не знаю, женское здоровье, потому что у нас же есть эти купажи. Женское здоровье, мужское здоровье. У нас шикарный сорбент, которого нет нигде в мире. Я могу точно могу вам сказать. Поэтому любая программа детокса. Та же программа бездрожжевая, которую, ну, отработали уже до мельчайших подробностей, потому что много подводных камней. Тоже, если будет интересно, всегда можем ее обсудить. Различные воздействия, скажем, на кишечную стенку. Ну, тут же тоже собаку съели, уже тоже можем выстроить некие алгоритмы. Главное – запрос. Какой вот лично у вас запрос, какие лично у вас предпочтения. Пожалуйста, пишите концепцию здоровья. Многие знают меня лично. Я всегда отвечу, знаете, я всегда отвечаю. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Да, Мария Николаевна, спасибо вам огромное. Друзья, мы тогда завершаем нашу конференцию. Если у вас появятся какие-то вопросы, пожалуйста, через Елизавету пишите мне. И также у нас есть специальный чат, в котором, в телеграм-канале, где публикуются протоколы. Там протоколы на абсолютно различные темы. И если вам нужно будет к нему присоединиться, я вас присоединю, вы будете видеть все, что там есть. Спасибо за внимание. Всего хорошего. И до новых встреч. Галина, тоже сейчас спрощаюсь. Все-таки вот этот вопрос по хилатным формам и атомарным, пусть наши физики так вот расскажут, как я не знаю. Я уже записала этот вопрос, я задам и отвечу обязательно. Спасибо. До свидания. Хорошего дня, коллеги. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго.